Путешествие во времени совершили в эти выходные участники английского бала, который прошел в библиотеке имени Герцена. Его участники смогли почувствовать себя героями романа, гордость и предубеждение писательницы Джейн Остин. Анна Мамаева побывала на балу Высшего английского общества и узнала, чем он отличается от тех, что проходили в России 200 лет назад. В этом танце 200 лет назад могла кружиться на балах сама Джейн Остин, английская писательница. Теперь в 21 веке его танцуют в библиотеке имени Герцена. Английский бал организаторы решили устроить в юбилейный год издания романа «Гордость и предубеждение». Показать, как развлекалось Высшее общество Великобритании два века назад, в Кирове попытались впервые. Все, кто пришел, смогли убедиться. Английский бал и наш, русский, общего имеют немного. В России в то время было больше французского влияния, а Англия всегда шла немного своей кольей, немного в стороне. И у них больше было контрданцев, у нас было больше вальсов. Ну, о чем Пушкин, собственно, писал. А вот мода, как в России, так и в Англии, была французская. Стиль ампир или имперский. В нарядах, как и в танцах тех времен, разбирается Елена Казакова. Историческими танцами она занимается уже год. Платье для балов шьет сама, по всем канонам того времени. Это стиль ампирный, самое начало 19 века. Как в Англии, так и в России, в принципе, мода могла отличаться каким-то басоном платьев, расцветкой, какими-то деталями. Но общее, для общества, это было именно таким. Кстати, не только почитать об алах времен писательницы Джейн Остин в библиотеке, но и станцевать их смог каждый гость праздника. Танцмейстеры давали мастер-классы, обучали несложным па всех желающих. После английского бала все его участники вернутся из 19 века в 21-й, но ненадолго. Уже через две недели они соберутся вновь на третьем Герценовском балу, где исполнят танцы, что были популярны в России. Те, что описывали в своих романах писатели классики. Анна Мамаева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.